Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы сегодня разберем один единственный стих, потому что за каждым словом Божьим, за каждой фразой Священного Писания есть такая неимоверная глубина, которую мы тоже можем глубиной в свое сердце понять, ощутить, осмыслить и через это получить для себя духовную пользу, но и пользу такую, можно сказать, даже обычную житейскую, потому что мы будем более просто жить, более просто достигать пути спасения, не потому что мы уклонимся от каких-то трудов, а потому что мы поймем, как это лучше и без болезни сделать. Евангелие от Марка, 1 глава, 31 стих. «Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Этот стих заключительный из отрывочка небольшого, где Господь приходит в дом апостола Петра и исцеляет его тещу. Контекст важен, важен, и конечно мы о нем должны вспомнить, потому что апостол Петр только был призван. Господь буквально, вот можно сказать, призвал, и сразу же апостол Петр говорит, Господи, ну приходи и переночуй вот у меня, у меня дома, потому что Господь, как мы помним, из Назарета, в Капернауме ему негде главу преклонить, апостол Петр зовет его домой. Если мы вспомним апостола Петра, уходит и человек уже, как мы видим, он женатый, раз у него теща есть, а он для того, чтобы следовать за Христом, оставляет своих близких. Лукавый, в принципе, всегда нам говорит, ой, конечно, к Богу хорошо идти, но вот ради своих ближних, вот чтобы им пользы принести, то это можно и обмануть, и украсть, и там, ну еще как-то там позлиться, там, отомстить кому-то, вот, ну это все для ближних, для семьи, для друзей, это все будет. Нет, действительно, Господь говорит, надо оставить все и идти за ним. Но когда мы оставляем все и идем за Христом, Господь никогда никого не обижает. И сам чувствует наши проблемы и проблемы наших ближних, и по молитвам человека, по готовности человека, который следует за Христом, все устраивает лучшим образом. Однако сейчас мы все-таки обсуждаем не целый отрывок исцеления тещи Петра, а вот этот один-единственный стих. В 31 стихе очень важно, что Господь берет и поднимает тещу от адра. То есть человек болеет, человек болеет и, по идее, ну вот лежит, мы не знаем, что это была за болезнь, но в любом случае мы видим воспалительный процесс, горячка, высокая температура. То есть организм, по крайней мере, борется, и ему легче бороться, когда ты лежишь в постельный режим. Мы в 21 веке это все хорошо знаем, увы, не по наслышке, а по собственным невзгодам каким-то. Господь ее поднимает. Господь говорит, это очень важный символический смысл, то, что не нужно думать, что болезнь – это наше нормальное состояние. Мы, конечно, вспоминаем вместе с паломопевцем, что множие, там, ащев сил их 70 лет, а 80, множие труды болезни, в принципе, вот болезнь сопровождает и греховность нашей природы, она служит предпосылкой для болезни, потому что болезнь приближает нас к смерти, то есть это такое медленное умирание, которое можно затормозить, потом опять ускорится оно, тоже это последствия нашего греха. Однако здесь для нас важно, что Господь показывает. Нет, я вас, людей, создавал не для этого. Когда Бог рядом с вами, Бог посещает не чтобы вот взять и вас там наказать, какие-то болезни послать, а для того, чтобы поднять, потому что тоже есть некоторые уже люди, наоборот, они входят в храм и думают, ой, ну да, мы люди православные, нам надо за грехи болеть, страдать, вот это норма жизни. И стана так тоже говорит, да-да-да, это так, вот Господь тебя мучает, поэтому, а так, пока ты в храм не ходил и особо там и не болел, и проблем-то не было. Нет, когда мы рядом с Господом, Господь хочет, чтобы мы идеально были здоровы, чтобы мы стояли рядом с Ним, чтобы мы с Ним разделяли радость. Поэтому Он даже еще не исцелив ее, вот первым делом ее поднимает, Он показывает. Надо помнить, помнить, что Господь хочет, чтобы каждый человек был здоров. Но здоров, потому что Господь во время земной проповеди это неоднократно показывал, не только своим телом, но и своей душой, потому что человек состоит в этом неразрывном единстве. Именно неразрывном. Единственный момент, когда у человека душа и тело разрываются, можно не думать, что там в душе происходит, и только о теле заботится, или наоборот. Это момент физической смерти, собственно, момент разлучения души и тела. Но Господь хочет, чтобы человек и в душе, и в теле перед ним стоял, и в радости пребывал. Именно, собственно, для этого Господь придет и во втором пришествии, и мы все восстанем. Мы воскреснем в новом совершенном теле, душа наша будет. Другое дело, что кто-то долго простоять с Господом на страшном суде не сможет, и кому-то придется идти в муку вечную, уже где огонь неугасаемый. Вот огонь неугасаемый, мы очень мало знаем об глубинах адских, что это такое. Тьма кромешная, черни усыпает, огонь неугасает. Некоторые образы отвлеченные. Но, по крайней мере, вот человек, когда болеет телом, он примерно понимает, что и душе как тяжело бывает, что тоже душа вот как горит огнем. Именно поэтому некоторые из толкователей, они воспринимали болезнь тещи как болезнь страстей, что в ней горела, например, горела гордость или горела обида, может, даже обида на Христа, он увел. А вот кто-то был, Петр надежно приносил улов свой, но когда-то поймал меньше, когда-то больше. Мы вспоминаем, что апостол Петр, в отличие Анны Иакова, у них с Андреем даже и лодки-то не было, то есть с берега как-то сети закидывали, ну или, может, арендовали у кого-то лодку, то есть они лодку не оставляли, не указано в Евангелии. Ну то есть бедный рыбак, но все равно принесет, трудолюбивый человек, как мы помним, очень ревностный человек потом по его исповеданию Христа, по его действиям, это неоднократно подчеркивается, который не сдавался. И вот эти страсти, какая-то обида, какая-то, может, ревность, какая-то именно гордость, может, желание получать, и Господь это через некоторое расслабление тела мог указать на это. Но когда Господь берет и поднимает, уже абсолютно не важно. Господь поднимает и ставит рядом с собой еще больного человека. Это тоже очень важно нам понять, потому что тоже многие люди не хотят идти в храм, кто не воцерковлен, что даже человек ходит в храм, но говорит, ой, не-не, я причащаться не буду на этой литургии. Почему? Потому что я еще не достойный. Вот я, когда стану совершенным, когда моя душа будет в идеальном состоянии, вот тогда-то я смогу рядом со Христом стать. А Господь говорит, нет, последовательность другая. Давай, ты вставай, я тебя рядом с собой поставлю, и потом ты исцелишь. Причем потом, это не когда-то потом, потому что, как тут сказано, и горячка тотчас оставил ее. То есть и мы, вот и мы тоже. Поэтому человек, который далек от церкви, говорит, ну я такой человек грешный, чего мне там в храм ходить? Нет, обязательно надо идти. И Господь будет исправлять. Или человек говорит, не, ну я, в принципе, вот как-то там, там правила там не вычитал, вот там тоже как-то вот причащался на прошлой неделе, на это я просто подойду, в храме постою, ко причастию не пойду, ну я же там недостойный. Все мы недостойны, все мы болеем душой и телом. Но Господь нас ждет, что мы к Нему подойдем, мы с Ним соединимся, причащимся телу и крови Христовой, и тогда Господь нас делает совершенно. Еще вот взяв ее за руку, такие удивительные слова, они просты, потому что вот надо понимать, когда человека берут за руку, это уже, ну с одной стороны, и некоторая фамильярность. Ну кто вот, например, может из незнакомых людей взять за руку? Ну опять же врач, врач, который берет и там щупает пульс, смотрит что-то. И уже тоже Господь может быть чушь в нашей душе. Мы-то для Господа родные, а Господь для нас чушь, по множеству наших грехов. Но Господь берет нас за руку. Кроме того, рукопожатие, вспоминаем, рукопожатие – это тоже некоторый символ доверия. Доверие, что вот моя рука, то есть там протянуть руку дружбы. То есть люди в обиде друг другу руки даже не пожимают, а то вот они взялись. Ну и уж тем более, если говорить о какой-то нежности. Нежности, когда близкий человек, когда внук приезжает к бабушке, берет ее за руку, тоже бабушке очень там приятно. Ну или там маленький ребеночек любит там на ручки забраться. Тоже это вот некоторый символ того, что Господь к нам относится не как вот такой судья, который пришел судить, вершить. Он как любящий отец, который говорит, ну давай, давай я тебе помогу. И вот ребенок, который еще шатается, неверенно шаги делает, его папа, мама там водят за ручку сначала за две, потом за одну прежде. Он сам может пойти. И да, Господь не может оставаться и тещу следить за ее здоровьем, и следить за тем, как она душу свою спасает. Господь пришел проповедовать всему мир Евангелия, пришел готовить апостолов к проповеди, не только внутри израильского народа, но и среди язычников. Но тем не менее, уже вот первый шаг теща сделала вместе с ним. И, конечно, в заключении очень важно сказать о ее реакции, потому что она стала служить им. Тоже вот эта благодарность. Благодарность, потому что еще мы смотрим, в начале стиха это одна фраза, одно предложение. Господь ее поднимает, она стоит и еще болеет. И служит ей Господь. А в конце она служит ему. Вот это надо помнить, что не просто, потому что иногда этот стих даже читают и говорят, о, человек вот только болел, плохо себя чувствует, а уже сразу там служить. И тоже, ой, там церковь, батюшки, все только хотят, чтобы люди там что-то прислуживали, что-то там делали и так далее. Нет, нет. Господь вначале слушает. Господь подходит, берет человека больного, возможно, саратного его ставит, его выставляет. Вот как слуга барина из постели поднимает, говорит, барин, пора, пора, всю жизнь проспишь. Вот и точно так же Господь поднимает вот эту женщину уже пожилую для того, чтобы она встала. И он ей вначале служит, а она служит ему в ответ. Поэтому тоже очень часто мы можем, ну, как-то вот пока прижмет, мы усердно молимся. Мы Господа о чем-то просим. А как отпустят, уже, не, ну мы, может, о Господе не забудем, но все равно уже совсем не то. Ну, как-то более расслаблено. Ну, или более того, другая чуть-чуть ситуация, что нет, все-таки Господь нас целил, и уже нам не очень охота, ну, не, Господь как-то помог, разрешил какую-то жизненную ситуацию, но вот я теперь обязан ходить ему благодарить. Да нет, нет, не обязан. Просто как друзья друг о друге заботятся и помогают, не потому что кто-то что-то чему-то сделал, но просто приятно. Один друг об одном позаботился, другой в ответ о чем-то позаботился. Один позаботился десять раз, а другому только один раз выпала ситуация. Точно так же нам нечего Господу предложить, но все равно мы пока в мире пытаемся, пытаемся проявить свое внимание. Поэтому, дорогие братья и сестры, если чувствуем, что в нас горят страсти, кипит злоба, ненависть, раздражение, не ждем, не ждем, пока вот мы остынем, встаем на молитву, потому что тоже, вот, ну, как же я буду молиться дома, когда у меня в голове такое раздражение? Ничего. Пусть вот даже откроешь молитвослов или с вами начнешь молиться, все это пролетит мимо, не страшно. Ты уже все равно к Господу пришел. И Господь, когда видит, что к нему обращается, Он уже начинает прикосновение к сердцу. И дальше уже более как-то спокойно молишься. Ну и надо, конечно, понимать, что каждый человек – это образ Божий. Поэтому тоже, даже если у кого-то в злобе, в обиде, тоже надо вставать, идти, примиряться, вставать рядом с человеком, служить ему. И тогда вот мы, можно сказать, даже действуем на опережение. И Господь видит, о, человек еще не дождался, не дождался исцеления, уже встал. Даль-ка и я приду, прикоснусь, оставлю ему эту горячку. Поэтому тоже порой в какой-то конфликтной ситуации непростой, если ты сделаешь какой-то широкий жест, то совсем не обязательно, что тот, с кем ты в конфликте, он как-то это даже отблагодарит. Но у тебя на душе будет значительно приятнее. Может, да, будет обидно, ой, опять что-то доброе сделал, а только в ответ один негатив. Но душе будет легче, душа уже гореть не будет, потому что рядом с ней будет стоять Христос и держать нас за руку. Субтитры сделал DimaTorzok